Мы шли обратно, ну я брал девчат, женского центра, ребят мы брали, мы обратно идем и группа молодых людей, подростков, 14, 15, 13 лет идут, человек это раз и тоже начало подпевать. Мы идем дальше, смотрим, парень с девушкой сидит, девушка начала подпевать эту песню. Я заинтересовался, что же это за песня, поставил, включил. И вот как бы текст, сначала вот вроде бы ничего не понятно. Мы сейчас в школу заходили и тоже такие молодые ребята, может 12 лет, тоже вот с такой колонкой и тоже вот плановая музыка вот такая вот, и они тоже выходят. Поэтому смотрите за своими, не хочу говорить следите, понимаете, но смотрите за детьми, смотрите вот то, что они слушают. Потому что вот так получается, что музыка вот это все развращает. Развращает ТНТ, развращает комедик-клаб и многое что. Репутационные центры сейчас наказывают, потому что были прецеденты, когда брали насильно, родители уже устали, достали, они подписывают бумаги, приезжают группа лиц в реабилитационный центр, мы так не делаем, но вот есть лица, которые так делают. Я просто работала по молодости с наркоманом. Я различаю по глазам сразу же, я сразу скажу, едет в автобусе человек под этим или нет, его видно мгновенно. Но дети вот так устроены, и вы были, и мы, они не слышат родителей. Вот как это не удается, но все думают, что мама с папой. Вот потому что, может, правильно сказал психолог, мы с ними не стоим на одной волне. Я учу своих детей, дети не станут взрослыми, не разговаривая с ним, как взрослым. Ты был ребенком, тебе легче вернуться туда, говори на ихней волне. Ему нелегко тебе понять, что тебе 40 лет, 30 лет, не поймет ребенок. То есть с детьми должны специалисты работать, не с родителями, понимаете, в чем суть. Вам большое спасибо за ваш труд.